ритейл экспедиция в Улан-Удэй мы сегодня будем смотреть магазин титан мне экскурсию проведет директор по маркингу Вероника Жембеева Вероника здравствуйте здравствуйте и мы сейчас пойдем смотреть магазин я уже здесь по-легкому прогулялась увидела то что мне явно заинтересовало но постараемся это вам тоже показать пойдемте пожалуйста и на старте я точно хочу обратить внимание что колета получилось сделать хорошую интересную камеру хранения вот такую знаете удобную современную пользуется хорошо привыкли да конечно сколько лет этому магазину два года два года вы находите это торговый центр мед очень заметный на выезде такой вкусный он реально привлекает внимание к себе как отнеслись аудитория когда вы открыли этот объект здесь я думаю что этого объекта точно здесь не хватало потому что здесь достаточно много молодой аудитории молодых семь куда пойти с детьми где купить чего-нибудь вкусненького добро пожаловать к нам сколько квадратных метров этот объект мы гуляем сейчас 3000 около 3000 действительно объект очень большой то есть но конечно по меркам может москвы где есть и очень огромный гипермаркет но это вас классический гипермаркет сколько вообще магазинов в системе титан сейчас у нас 73 магазина они от скольки квадратных метров до скольки в среднем среднем вот самый маленький по моему у нас 75 квадратов до соответственно сейчас мы находимся в одном таких последних объектов да где мы можем увидеть практически все я действительно отмечаю что мы уже прошли товары для животных товары для дома в товарах для дома я уже закопалась мой хэштег путь покупателя уже начинает активно включаться но я без тележки на выходе что-нибудь точно куплю очень много интересного ассортимента но мы потихонечку продвигаемся вперед и сразу мне бросается в глаза как ни странно вот был как-то прям экологично вы прямо уже сразу этот тренд отражается в полной мере отражение я увидела экологично с помощью товара еще на входе мы увидели сумочки то есть вот этот ассортимент экологично вы это поддерживаете но давайте как бы экологично это такая модная тема а чем отличаетесь от других игроков на вашем рынке первое наверное чем мы отличаемся к ассортиментом плюс дополнительно нашими производствами которые здесь представлены у нас здесь широкий ассортимент собственного производства мясо наша продукция рыбозавода байкал плюс дополнительно мясоперерабатывающая фабрика селинга и наши самые вкусные это кондитерские истории которые представляют печенюшки и торты прямо сейчас мы находимся уже рядышком с конфетами на знаете вот я все время про технологию говорю одна из технологий предполагает что продавцу вашему сотруднику магазина было удобно и я вот точно понимаю что ассортимент широкий мне конечно может быть не хватает вот самой визуализации самих конфет но вот с этой стороны но когда ты сюда подходишь принципе ты видишь все и обратите внимание что помимо того что вы сразу видите весь такой широкий ассортимент быстро можно отсюда взять и досыпать и таким образом добрать полка будет не пустой еще один момент такой который не могу не обратить внимание вы знаете вот мелочи но чтобы чистота была вот здесь это кстати стала уже регулярно видеть все таки вот ошибся наклей на меня чтобы ценники не валялись а бы где это всегда хорошо просто влечь ничего такого и зато вот чистый идеально чистый но хотя я понимаю что здесь еще и постоянно поддерживают обязательно да а сколько человек работает сейчас магазине в целом у нас получается в магазине работают около 100 человек ну понятно по сменам там но здесь у вас получается как непосредственно категория но еще и приготовление собственно производства прошли мы сейчас кондитерку впереди у нас вас стать очень интересно реализовано что очень много но он фуда сразу же на входе как вы а при этом как вы фрукты овощи по гипермаркета я частенько вижу вот это в той части вас реализовано здесь и она большая как как можете определить вот ваш уровень работы именно с этой категории люди приходят именно к вам за овощами фруктами или выбирает рынок я думаю в любом случае если сравнивать с рынком у нас достаточно широкий ассортимент красивый ну и цены соответственно тоже заново в любом случае это сто процентов здесь я также провести если проговариваем обрезы я бы хотела здесь отметить наши новые весы мне очень не нравится если допустим а вы хотите купить апельсин набираете здесь а выходит вас апельсин и все очень удобно яблоки все виды яблоко да здесь яблоки то есть и яблоко выйдут о вы посмотрите какой выбор яблок апельсин в этом оказался не самый показательный но на яблоки прям можно посмотреть еще не на одной линии очень да замечательно ну хорошо когда есть возможность такими используя таким оборудованием пользоваться знаете меня в этот раз когда я гуляла по этой категории ну во-первых опять же давайте вот отсюда буквально посмотрим один момент который меня привлек сразу магазин новый два года это для магазина не срок но особенно мне порадовалось что ребята не стали делать высокую стеллажку чтобы там максимальный ассортимент воткнуть там все прочее но мы следимаешь для места для ассортимента сама хватает вот но это невысокая за невысокая стеллажка позволяет нам увидеть все категории с любой точки магазина то есть заходя в магазин если вы не понимаете каком магазине вы находитесь и куда вам конкретно нужно пойти вы спокойно с любой точки можете понять не знаю там хлеб он туда в тот угол далеко но он там точно есть еще отмечу это отдельный момент и мы это неоднократно увидим то что очень хорошо выделен шеф-повар ваш шеф титан да вот это знаете это очень часто недоработка собственного производства когда не показывают вот маркетинга не хватает именно для собственного производства так что здесь в этом плане очень даже неплохо поработали но возвращаемся к фруктам и овощам я увидела маленькие арбузики это что а это арбузы местного производителя орангой он наклеивает на каждое свое вот специально вот это логотипчик республика бурятия лунный сорт лунный маленькие такие симпатичненькие очень так привлекает внимание тем что они другие а вы прям везете куда-то надо переставить давайте давайте переставим мы в рабочем формате магазин работает а мы соответственно можно понаблюдать еще и тем что все удобно человеку не надо ничего перетаскивать личный раз он набрали привезли прямо из подсобного помещения можно широкий ассортимент вот все что привозится сюда вот вами это это условно у вас местные есть диссибютер или вы какие-то есть особенные закупки которые только для вас делается вами да только для нас только сами у нас работают категорийные менеджеры работают со всем миром которым возможно сейчас работать и привозят ассортимент который здесь есть действительно широкая полка причем отмечу что знаете как и прострелом можно увидеть вот там здоровый выбор сухофрукты то есть вот так ключевая сейчас покупательская комиссия когда люди идут за здоровым питанием да то овощи фрукты орехи сухофрукты и здоровое питание они скомпонованы так иначе в этом месте такая понятная для нас покупательская миссия последнего времени да ну и наверное сейчас знаете сразу можно увидеть одна из ваших таких ключевых категорий это рыба знаете когда я впервые заглядывала в этот магазин я прямо сразу увидела слоган первой по рыбе ты знаете такой вот конкретная и еще сразу момент за который тоже порадовалась это за качество отвечаю здесь буквально управляющий директор рыбзавода байкал юлия олеговна она соответственно отвечает за качество расскажите про ваш ассортимент чем вы реально гордитесь именно в этом направлении почему вы себя называете первой по рыбе но первым по рыбам и называем себя во первых потому что у нас большой ассортимент а во вторых у нас есть свой собственный рыбзавод байкал который поставляет полукопченую вяленую соленую свежемороженую рыбу пройдемте здесь я хотел бы показать это наша гордость это рыба на льду которая привозится чуть не каждый день выкладывается здесь плюс наша живая рыба форель которая также выращиваем а вот это все она ну скажем так это вылавливается и вашими рыбаками как где-то нашими рыбаками где-то мы привозим там по заказу отмечу что я наверное знаете я вот последние несколько городов еду и я все время не не вижу белой рыбы а у вас здесь белая рыба да еще не замороженная то есть ну как бы охлажденка до присутствует большом формате и окунь белец сазан лещ карась щука то есть но щука это все-таки местная рыба так или иначе да это конечно меня весьма порадовало и видеть просто дефростированную рыбу типа форель или семку и при этом зная что должна быть белая рыба мне кажется удивляет еще один момент точно даже она кстати нашу рыбку подвозит по мере вылова из озера да ты такая хорошая подсказка еще один момент точно хотела бы здесь отметить это немножко работа с вашими местными вот я просто вижу что участвуете выигрываете в движении еще я видела коллаборацию с местным блогером расскажите как именно вы действуете какие акции в этом плане проводите для того чтобы быть своими условно ну с рыбозаводом у нас проходит акция мы ее проводим в принципе регулярно ну раз квартал точно проходит какие так буквально недавно мы разыгрывали моторную лодку с мотором вот так палатку спиннинг вот разыграли не так давно ко дню рыбака проводили и сейчас запустили акцию при покупке любой продукции рыбозавода участвуешь в акции можешь выиграть квадрат цикл ну такая очень такая целевая понятная покупка поехал на рыбалку зайти к нам купил у нас рыбы точно будешь с рыбой да 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 идем дальше опять же нам позволяет очень четко навигация видеть куда мы идем а мы уже пришли в мясо ой вы знаете здесь вообще в ланадес вот я наверное впервые увидела за мою поездку это то что вы здесь такие крупноформатные просто огромные мясные куски это мы практически в каждом магазине что я бывала у вас в городе увидела это понимаешь что у вас там большому куску и глаз или нет рот радуется да это всегда так было да это всегда так стандартные куски я бы так сказала для вас это обычный образ да еще пока далеко не ушли отмечу посмотрите какая огромная выкладка омуля то есть это все-таки местная рыбака на которую в том числе очень активно идут туристы и но можно ли сказать что омоль по основном покупается туристами или все-таки нет я не скажу что нет ну скорее всего просто вкусная рыба которая покупала рыба да но здесь больше подарочный ассортимент как бы он наверно больше направлен на туристов если мы говорим просто поесть то там у нас рыбка это представлено ну да здесь видно что она упакована специально для красоты возвращаемся к мясу то есть да мясо огонь какие еще акции может быть вот что еще с мясом делаете чтобы как-то отметить это как бы отметить у нас на меде традиционно каждую пятницу субботу воскресенье проходят акции на какие-то определенные отрубы так скажем сегодня это у нас грудинка по моему если память не изменяет ножки свиные ножки свиные цена за 100 грамм получается через 49 да это за килограмм я без очков нет это за килограмм это за килограмм простите а у вас вот эти свиные ножки цена это за килограмм ребят за килограмм 49 рублей но понятно что это на холодец но 50 рублей а еще нельзя не обратить внимание посмотрите как привлекает дополнительное внимание вот такая вот тут получается зону от веса но здесь я могу сказать там есть свинина есть баранина вот вторая отруб и говядина может ли такое быть что человек сама подошел и сказал вот от этого пожалуйста мне отрежьте без проблем говорится к работаем с покупателем идем постепенно дальше у нас еще много чего а вот эти ролики это все ваши да это мы снимали отрабатывали специальные различные ролики здесь конкретно продвигаем фабрику селинга здесь папа может да я вижу да здесь у нас серия роликов было ну знаете это как раз опять одна такая история когда ты ходишь по магазинам в регионе и видишь вашу же региональную рекламу это вот про своих потому что я когда вижу красивую рекламу на сделанную для всего для всей страны особенно когда например я же здесь вижу что люди они вот точно местные да да они вот свои это прям очень вдохновляет и вот понимаешь что ты как бы у себя вот вы как бы здесь находимся между тем от мяса уже потихонечку прошли к очень вкусному отделу готовой еды и и тут много что больше всего любят ваши покупатели любит я могу отметить это конечно традиционные наши салаты нам они представлены очень много людей забегают просто на ужин купить себе что-нибудь готовенькое ну и пастфуд тоже очень вкусно это у нас бургеры шаурма бутеры различные вот здесь как это название сэндвич или круассаны еще что-то знаете я здесь хочу отметить следующее я все время знаете вот такие вещи как бери и доешь ну так шеф по в титан очень четко понятно что это к вам относится и что это здесь произведено очень грущу когда не вижу каких-то явных отсылок к вашему производству здесь это реализовано полностью то знаете вот я прямо взялась и часть смотрите как выкладка сделано то есть зеленый салатик видна чуть-чуть начинка то есть в принципе она уже просится в рот тут ровно потому что здесь все приоткрыто все показано очень хорошо поработали над упаковку в том числе замечательно вот тоже такая же история конечно с одной стороны вроде как переживаешь за упаковку но все-таки пластик и все прочее но опять же сосиска видна булка видна хот-дог баварский вот пожалуйста еще и в крафт упаковки красиво опять же передаешь хорошо у вас знаете как бы достаточно легко идти потому что было правильное помещение мы так с вами уже так планомерно по краю прошли по вашим наверное самым крутым категориям да но прежде чем мы пойдем в хлеб я бы хотела немножко свернуть с пути и увидеть еще две вещи то есть я вижу кофе с собой то есть у вас это тоже реализовано я понимаю что вот здесь в принципе я могу поесть я должна где-то оплатить здесь обычно здесь написано проект ну да ну что то можно приобрести окей но то есть какая-то вариант поесть здесь тоже мы предполагаем но прямо перед нами еще есть ваше тоже производство которое мне кажется довольно сложная не все это могут сделать я вижу частную сироварню ну и дальше у нас еще у нас связано с собственным производством из мяса это это шпик знаете выложена в таких вот квадратных коробочках там максимально такое фермерское ощущение здесь уже ваша селинга да да здесь есть как и сюда здесь в основе селинга стоит сколько здесь давайте вот просто идем по категории то есть вот у нас вот это все и вот это и вот это да но получается вашего производства и так же в перемешку плюс вон там посмотрите мясная категория достаточно широкая кстати вот мне что точно что точно нравится в принципе вот мы зашли колбасы сосисками здесь видим колбасы сосиской то есть получается полностью сохранять это соседство то которое изначально было придумано по категории да здесь по категории здесь то есть если сосиски тут есть представлены все сосиски ну включая наш еще знаете один нюанс пока подошли к этой колонне зацените вот ни одно пустое пространство не не пустует то есть есть такая колонна швейлер как называется колонна которая техническая да тыс она подожила крышу 1 вместо того чтобы ее оставить там или зашить пустым сделали полочки на которые что-то выставляется по пути понятно что может быть какого-то явного продажного продать с этой полки там сложно но даже по пути может быть приглянется и это просто дополнительная площадь где еще можно выставить и представить какой-то продукт который в кросс формате находится здесь набор для сыра разделочная бумага тогда вижу реализовано у вас и регулярно понимаете а это ваши или это здравствуйте здравствуйте что у вас сегодня здесь представлено сегодня дегустация для натуральных фермерских колбас производства в село Трестово Кабанский район это ваша колбарация то есть вместе с поставщиком это поставщик да давайте попробуем что у вас там можете попробовать да это чисто свиная колбаска так сейчас попробуем мы производим только полукопченые колбасы а также 5 видов сала есть чисто свиная чисто говяжья колбаска свина говяжьих три вида также конская мы используем только фермерское мясо не промышленное как бы небольшое производство небольшое потому что это все ручная работа специи свежесмолотые все делается вручную вот даже в эту колбаску видно что шпик нарезан вручную кубиками то есть это по сути это от души мы делаем ну правда это чисто наши разработки то есть здесь здесь это чисто конская да это уже но у вас сколько много в этом регионе конские колбасы любят да 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 мы разработали свои рецептуры свои специи то есть таких колбас вы в России по-любому не попробуйте понятно у каждого свое и в этом и заключается фермерская составляющая да это все сертифицированный продукт можно не бояться есть где вот это на полке а непосредственно вы и есть да я как сам производитель да непосредственно я сделал фотографию чтобы показать людям что это натуральный продукт я за это отвечаю то есть это он все понятно но я как бы не видел да чтобы кто-то из производителей вот так сделал потому что во-первых я рассказываю то что она натуральная то что я о ней горжусь чтобы люди ели ее наслаждались ели натуральный продукт но еще наш плюс в том что она приготовлена на пару на пару на пару как интересно но по сути это получается полезный продукт вот вам успехов хороших продаж всего доброго но мы на самом деле сейчас все таки работающие магазины для нас никто не закрывает работу магазину поэтому да мы сейчас вот таком живом формате пообщались с поставщиком который дал попробовать вкусно вкусное мясо вкусные колбасы с точки зрения дегустации я не понимаю что тоже были проблемы нельзя было сейчас дегустации сейчас дегустации еще можно проводить запрета на это нет вот ближайшее время ожидается да да потому что сейчас идет увеличение к видны вполне возможно что такие окончательные меры ну в любом случае дегустация это всегда хорошо но сейчас мы переход пришли уже к фермерским продуктам может с фермерским так раз говорили вот ваша продукция то есть у вас получается есть час на сырование есть какие-то серьезные большие работы с фермером правильно да многих внутрь если можете подсказать там не знаю какие-то более если какие-то примеры когда вы своих фермеров там не знаю вырастили там условно с одного килограмма колбасы до там не знаю продаж мне ну вот сейчас мне вот это сложно говорить конечно любом случае да но мы работаем с фермерами но мы все понимаем бурятия это такая молочная такая мясная республика и вот здесь я хотела также сказать про наши сливки вот сливки погасян это примерно то что мы в детстве сепарат 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 да 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 вот вот тут знаете когда точно что-то придется купить и попробовать ну потому что сливки это что-то бесподобное особенно если они действительно натурально обычным эти самым простым способом сделанное это конечно вал очень вкусно вы и наши здесь пытает то что это мое ладо мацарелла это непосредственно шеф титан да это шеф титан делается здесь они я ну замечательно когда такие вещи есть в ассортименте кстати также обращу внимание тоже опять вот продолжаем про упаковку да то есть цирка чё-то с пожитником есть и явно понимание что это к вам относится они просто тогда такая большая вы выкладка всего и вся очень здорово много поработали это видно сейчас мы возвращаемся в хлебную историю мы уже говорили о том что в титан хотя ходят за вкусным хлебом чем вы таким удивляется ваш покупателей ну у нас здесь пекарня пекарня прямо видно где коллеги хлеб здесь большой ассортимент ремесленных либо либо с различными добавками различными ингредиентами кукурузный гличишный блиной да вот здесь непосредственно есть вот если купил фастфуд и хочешь горяченькая то непосредственно разогрел сам это вообще отдельная история посмотрите как это достаточно просто реализовано при этом разогрел и сел опять мы говорим о том что это прямо конкретно подсказывает очень простой вариант микроволновки то есть не ну как бы не не перемудренный до обычный и он опять вот технология ведь она простая просто она под рукой и рядышком вот все как-то вот на месте очень здорово еще опять же возвращаясь уже к хлебу выдача горячего хлеба то есть в определенные эти часы да вы можете получить прям горячий хлеб а также можно попросить у коллег ну если мы видим какой-то горячий хлеб видим что они вынесли можно попросить ребята что у вас горяченькая подайте пожалуйста я хочу это купить также можно пиццу пироги заказать так сколько пять-десять минут они вот это дело что за такая выпечка это пирог по моему здесь ассистинские пироги очень очень популярная да у каждого свой вкус а здесь если не упаковано это только потому что оно горячее она остывает и его упаковывает также вставляет но в любом случае человек имеет возможность взять если он хочет под прям горячий горячий возьмет его вот хорошо идем дальше действительно он такой широкий опять как обычно вкусно пахнет здесь кстати вот опять же возвращаясь к оборудованию вот ребята там помогает родителям все таки вот эти обычные мелочи которые если есть эти тележки ими действительно пользуются они так что они просто стоят они действительно работают пусть эти на входе как раз обратили внимание как активно выбирал один из маленьких покупателей в какую же из тележек ему сесть потому что его не устраивал транспорт да ну в принципе все похоже обычная жизнь ритейлера до активного работающего кондитерку зашли тут явно опять ваши есть да здесь у нас есть это тортики кондитерского кондитерские истории это вот наши логотипы и плюс наполеон наполеона тут явно любят я уже знаю это безусловный лидер так уж если возвращаться к теме местного да то есть вот фирменный торт бурятия саганда ли сливочник боже вы знаете я прям кстати березку уже наблюдала я видела по рекламе знаете кстати вот каждый каждый раз когда находишься в разных регионах очень интересно понимать кто себя рекламирует и это вот начинаешь уже видите какие-то продукты тех или иных компаний в в итоге в магазинах просто последнее время по маркетингу очень многие стали делать что делаем очень сильно большой упор в коммерс направлении то есть в email маркетинге или там знаю в электронном маркетинге много вкладываемся в визуальную рекламу на улицах нет и это точно не очень хорошо когда вы не занимаетесь наружкой потому что вот это вот случайное узнавание она все-таки очень важно вы много вкладываетесь наружную рекламу да мы ее видим ну и посредством и логотипов потому что все-таки магазины присутствуют но я видела и на просто такие здания которые вроде вас там нету но вашу рекламу я видела да мы делаем оформляем наши фасады мы оформляем вывески делаем мы соответственно щиты уже за три городские афиши это нас тумбочки какие называются городские афиши там размещаемся достаточно много у нас такого рода рекламы ну и мы находимся сейчас торговый центр мед медуловка такая заметная это специально сделано только в этом магазине или это у вас в разных магазинах реализовано это только вот именно такая медовая лавка это есть только в меде это в рамках концептуального оформления ну мы видим здесь большой ассортимент кстати наверное мы отсюда заглянем еще в алкоголь потому что там у вас как раз еще продолжение меда да да есть у нас купи одну баллонку меда вторую получив подарок ну один плюс один одна из самых часто используемых акций кстати что как у вас про акции что много продаем этот вопрос о том что здесь семейный покупатель здесь реально много детей много много да да ну да достаточно много акций на каждой полке вы можете увидеть красные наши сайтики акционы здесь два формата используется и в каждой категории у нас но вот у нас есть медовуха в которую я так понимаю что везете аж из санкт-петербурга да в рамках концепция поддерживает тем что здесь можно купить любую продукцию с медом да в том числе так медовуха которая в основном большее распространение там у нас на западе да но свою покупатель она здесь вас нашла она здесь нашла своего покупателя мы проводим а вы проводили здесь дегустацию у нас недавно здесь был праздник меда мы очень много дегустируем понятно еще одну точку до которой мы решили дойти сразу алкоголь но алкоголь много по все равно вы работаете с ним и вот интересно как именно в этой теме тоже шмель реализовался здесь два момента мы можем отметить с одной стороны это сделано в бурятии до другой стороны пиво мельное уникальный продукт который представлен только в этом магазине только в вашей сети понятно здесь вот еще кстати говоря немножечко прослеживается к логотипу вашего магазина до соответственно пиво ханс которые здесь также производится насколько я понимаю для вас я вижу отдельно что можно здесь быстро получить возможно налить свежее пиво опять же это никоим образом не реклама но это вот обращение внимания и еще один момент знаете когда я зашла первый этот магазин я прям реально немножко испугалась этого человека здесь охраны много могу отметить что именно в улан-удэй в чите я заметила что довольно много работает охрана в магазинах то есть вот я уже привыкла что других магазинах мы не видим здесь видим особенность региона приходится эти темы оставлять и вот в алкогольном отделе есть такой пример когда даже если ты что-то хотел забыть и не оплатить то это будет сложно сделать да да еще один момент который также в алкогольной теме у нас остается очень такой привлекательный момент с жигулями и уже вижу дети фотографируются тоже да 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 и сразу и про рекламу и немножечко такого я вижу много таких вот вещей которые как-то ну немножко удивляют что ли то есть площадь позволяют позволяет но и также фишечка такая, что охлажденная. Ну, да, 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 все верно. Еще один момент, который нам нельзя не упустить здесь. Все-таки мы находимся в краю, где очень любят мясо. И любят такое мясо, в том числе, нестандартное. И у вас есть какое-то необычное мясо с таким названием. Я один раз только в музее видела название этого животного, а тут оно продается. Да. В виде разделанной тушки. Давайте посмотрим. Ну, вот у нас получается. Можно здесь купить мясо лося, лопатку, стейк, рагу из лося, а еще мясо из зюбра. Удивительно. Вообще, опять продолжаем про то, что там, знаешь, в большом куску и рогу, как и рот, радуется. То есть мясо из зюбра. Ну, никогда не видела ни в одном больше магазине, что такое продается. Вот. А это для вас, это именно специально для вас делает? Или так же можно где-то еще это купить? Как обычно это происходит? Ну, здесь мы специально это заказываем, покупаем. Ну, вот это на самом фишка, мясо дичи, это такое уникальное, оно есть только у нас. Вообще. Ну, вот таким образом и пытаемся быть другими, да, чтобы ради этого в том числе проходили. Знаете, еще должна отметить, что есть вот, ну, это сделано в Бурятии, вот, все-таки к этой теме местного производителя, местных поставщиков, вы как-то более так трепетно относитесь? Или это в целом государственный проект, который, ну, скажем так, вы поддерживаете? Безусловно, безусловно, местных поставщиков мы очень любим, потому что мы понимаем, что свое, оно будет продаваться в любом случае больше у себя. Ну, и свой вкус, свой колорит. Вот, к примеру, сейчас здесь чай. Да, отливается. Да, санган-далия, то, что вот это, да. Ну, на санган-далии мы, кстати, с таким напитком, вообще с таким чаем познакомились именно, когда столкнулись с бузной. И, соответственно, начали регулярно, скажем, покупать такой чай. Вообще, на самом деле, интересно посмотреть, что столько всего. Кстати, если мы говорим про бузы, то это, это нам, по-моему, вот сюда. О, да. То есть здесь, если что, было прозрачно. То есть это огромный ассортимент. Это у нас Шеф Титан выпускает различные. Нет, это пельмени. Ой, какие красивые пельмешки. Посмотрите, это вот какая-то ваша там традиционная косичка, которая вот прям такая специальная. Ее очень сложно. Такое практически не увидишь в Центральной России. Да, это вот уже особенность. Так, это один холодильник. Ну, стандартно пельмени не останавливаюсь. И вот здесь у нас ассортимент различный. Так, у нас есть Шенехенские, Альфонские, Удинские, Здесь еще Агинские, Закаминские. То есть это по районам. А чем они отличаются? Вкусом. Наполнением здесь. Здесь у нас классические позы. Здесь пузы от бабушки до умы. Джигинские. А стопроцентная говядина в Баргузинске. Золотая Орда. Золотая Орда сейчас в акции. Что у нас? Мы понимаем, да? То есть где мы находимся? Ну, по-другому или быть не можем. Здесь даже более национально. Но прежде чем, ну, у вас я вижу, Селингат и другие заморозки. Но давайте как бы так Вероника пробежала оперативно, но я не могу не отметить. Опять же, полуфабрикаты ручной лепки. Это четко выделено. Это видно прямо на входе. Я прямо вот реально этого шеф-повара увидела сильно раньше, чем, например, заметила хлеб. Потому что он очень хорошо как бы отмечен. Это к вопросу о том, собственную продукцию, которую вы просто производите, надо выделять. Иначе ее могут не найти и забыть купить. Да. Что еще мы посмотрим? Еще же я хотела вам сказать. Вот я не знаю, где в других регионах это продается, да. Но вот у нас здесь в Бурятии конкретно это домашняя лапша. Ну, это уже чисто местная, мне кажется, у вас такое. Ну, у нас в меньшей степени это принято. Ну, тут же что? Мясо, лапша – это основная составляющая. Мясо и тесто – основная составляющая многих продуктов, да, которые вы готовите. Потому что вчера, когда я выбирала еду, то есть у меня, когда перечислили виды, из супов, то есть они такие, ну, вот это с пельменями, то есть, это понятно, бульон говяжий с пельменями, бульон говяжий там с лапшой, еще что-то. Мясо с тесто, тесто с мясом, да, да, да. Вот. Ну, что ж, смотрите, мы таким образом сейчас дошли уже до такой конкретной там вашей отдельной, ну, опять же, позы и бузы. Я уже разобралась, почему так. То есть я теперь знаю, что бузы – это правильно, и это уже классическое наименование, которое будет все больше и больше распространяться, позы потихонечку будет уходить в небытие. Ну, пока мы еще это видим. Ну, теперь я, по крайней мере, понимаю, что это одно и то же, только, да, разное название. Да. Пойдемте дальше. Немножко про технологии. После того, как мы посмотрели там замороженную продукцию, вот, все-таки технология продаж предполагает еще и удобство покупки, да, оплаты. Если мы говорим про кассы, я вижу, что обычные кассы, есть ли у вас, ну, во-первых, лояльность, карта лояльности, у вас везде, кругом, я вижу, счастье есть, оно же и название на карте лояльности, да? Это, ну, вот счастье есть, это просто такой слоган? Это слоган, это счастье, это когда ты, у тебя есть много бонусов, ты приходишь и практически записывал, ты покупаешь все, что у тебя есть. А как у вас, как у вас устроена программа лояльности? Программа лояльности, это у нас бонусы, с каждой покупки у нас скапливаются 2%, и этим бонусом можно оплатить до 100% в покупку. То есть, это один равно этому? Да, один бонус, один рубль. И что касается, ну, вот если мы говорим про покупателей, которые пользуются картой лояльности, это, скажем так, большой процент покупок с картой лояльности? Да, большой процент, мы над этим работаем, ну, цифру, пока сказать. Поняла. Еще один момент по поводу технологии. Сейчас уже, ну, активно стали кассы самообслуживания вводиться. Я вижу, что именно в этом магазине мы не видим, только обычные. Да. Два года ведь всего магазину, то есть, вроде, можно было уже сделать. Как пошел такой проект? по сосуду? Да. Касса самообслуживания у нас, этот проект реализован примерно где-то полгода, год назад. Мы реализовали на другом нашем гипермаркете, это Омега Титан. У нас она работает, показывает, где задачи, окупает, ну, покрывает, так сказать. Плюс, дополнительно, мы реализовали месяц назад на двух торговых точках данные кассы самообслуживания. это у нас в центре города, где маленькие покупки. Отпишена работа там, да, так сказать. Ну, то есть, получается, потихонечку эта технология раскатывается, другой вопрос, что, ну, не так быстро, как, может быть, вкателось. Да. Ну, что ж, мне кажется, я позадавала там по максимуму вопросы, здесь точно, еще знаете, что должна сказать? Вот, вот это постоянно напоминание вот фразами и подсказками, что должны мы купить, где мы должны купить. Вот мы же видим, вот сейчас мы находимся здесь, здесь акционная аллея, да, она на выходе, которая там, выходишь, а вдруг что-то забыл, да, и действительно очень много мы видим отсюда сразу, куда можно еще вернуться, если это требуется. Ну, в конце концов, мы сейчас прям на входе находимся, вот, но на выходе особенно приятно, что все-таки вот это, спасибо за покупку, а вот оно получается на разных языках, да? Да, бурятский, монгольский и русский, русский. Ага. И еще хотела бы, про фишку на кассу сказать, вот те, которые горят, те работают. удобство, удобство, еще раз удобство. Замечательно. Вероника, спасибо большое, прям очень активный, хороший обзор получился, по-моему, мы посмотрели довольно много того, чем отличается именно этот магазин от других, и, вы знаете, опять же, технология рулит, вот другого слова нет, потому что, если она, эта технология есть, то есть, операционные моменты все прорабатываются, персонал знает, чем заниматься должен, и он явно этим занимается, ну, соответственно, мы видим аккуратные магазины, в которых все на месте, и покупателям удобно. То, что покупателей много, да, 5 часов вечера, люди возвращаются с работы, заезжают в магазин для того, чтобы что-то еще купить себе на ужин. Замечательно. Трафик работает, трафик приехал. Ну, и еще маленький капельку про торговый центр. Он, как, он семейный, явно семейный, наверху есть большая развлекательная зона для детей, соответственно, куда и притягивается, в том числе, тот трафик, который очень интересен именно этому гипермаркету. Ну, что ж, Retail Expeditions посмотрела еще один магазин. Благодаря нашим партнерам фирмы 1С, MD Audit и выставке World Food мы имеем возможность посмотреть вот столько магазинов, сколько у нас уже по хэштегу Retail Expeditions вы можете посмотреть далее на видео у нас на сайте и в YouTube-канале. Изучайте, внедряйте те вещи, которые мы здесь подсмотрели и обратили внимание, ну, и показывайте свои магазины или подсказывайте, куда я еще должна буду доехать в следующих своих экспедициях. Читайте, изучайте, внедряйте и смотрите наши видео. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok